Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 147. Может ли бес действовать не только через жену, но и через мужа, наставника? Ответ Игнатия Латкина. Сколько угодно. Конечно, мужу труднее и сложнее, потому что ему глава сам Христос. И с каждым вопросом, с каждым своим упущением так запросто ты не обратишься, как жена к тебе. Жена должна иметь внутри критерий, определитель, Библию, и сверять для себя все с тем, что ей говорит муж. Если сказанное им, мужем, не противоречит Библии, то следует все исполнять беспрекословно и безмолвно. Главная задача каждой японской девушки — выйти замуж и далее всю жизнь посвятить росту мужа, его карьере. Ибо вместе с ним поднимается и она, как Хиллари с Клинтовым. А на это русских жен как раз и не хватает. Они часто из себя представляют сплошной остеомелит. Остеомелит — гнойно-некротический процесс, развивающийся в кости и костном мозге, а также в окружающих их мягких тканях, вызываемый патогенными, производящими гной, бактериями. Притчи, 12 глава, 4 стих. Добродетельная жена — венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. Притчи, 14 глава, 30 стих. Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей. В русских семьях идет непрерывный коробах за область влияния, за все, что окружает. Когда муж сбивается с пути, жена занимает его место, кафедру. Но это только в случае его отпадения от веры православной. 1 Коринфянам, 7 глава, 16 стих. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok